Подмосковный город Апрелевка Пересечение улиц Школьная и Труда Ничем не примечательное на первый взгляд трехэтажное здание Таких в Ярославле масса Но при этом здесь находится одно из крупнейших спортивно-экипировочных предприятий в стране Для понимания здесь одевается половина команд континентальной хоккейной лиги Основа сезона Ярославский локомотив Лишь оказавшись внутри, понимаешь, что не ошибся адресом Здесь действительно шьют форму И для кого только не шьют, даже для президента страны Вот на лестнице к отправке готовятся посылки для московского ЦСКА и Хабаровского Амора А вот и новая форма локомотива Бережно упаковывается в коробки Скоро и ехать Ярославль А чтобы взглянуть на новые джерси железнодорожников повнимательнее Отправляемся в цеха предприятия Для начала заглянем в лазерный цех Все номера, все фамилии Прежде чем на хоккейные сфера Прежде чем они пойдут на вышивку Проходят этот цех Здесь они нарезаются на специальный материал Сейчас мы входим в конструкторский цех В этом цеху отрабатываются все лекала На всю спортивную одежду, включая хоккейные сфера В форме очень важно, в любой, в том числе спортивной Очень важно, чтобы она хорошо сидела на игроке Это очень важно В хоккейной экипировке Помимо просто нательного пелья Есть еще защита И все хоккейные сфера должны также комфортно сидеть именно на защите Игровой свитер Отшивается в среднем Анатомически, вышивной Шесть часов нужно, чтобы один свитер родился на свет Ну, конечно, свитера поступают в работу одновременно То есть там сразу 100 свитеров Их сразу делает несколько человек Но в среднем, если посчитать От закроенного цеха и до уже склада Свитер где-то проводит шесть часов В руках того или иного мастера Какие-то особенные элементы Вот именно новой формы локомотива Это мелкие, очень изящные логотипы локомотива В номерах на спине Достаточно тонкая вышивка Программа была специально подготовлена Ну, долго отрабатывалась Чтобы эти номера были легкие, изящные И эмблема локомотива хорошо читалась даже издалека А пока эта вышивальная машинка Трудится над формой локомотива За соседним столом вышивают форму Для нижегородского торпеда Вот так вот принципиальные соперники Встретились в одном цехе Не обратить внимания на эту стену невозможно Просто, когда приходишь в этот цех Это все логотипы тех команд, которые у вас отшиваются Это, так скажем, первая проба Первая проба пера Все вышивальные, ну, какие-то элементы вышивные Мы сначала отрабатываем на бросах И потом девчонки вот красивую стену такую сделали Ну и сейчас мы находимся в самом масштабе В одном цехе здесь происходит сборка всех деталей будущего джерси Вот, например, в работе свитера Стафана Кронвелла Ну и здесь же можно подглядеть, как, например, в новом сезоне Изменится форма команд молодежной хоккейной лиги Сколько вот на сшивку всего свитера уходит? Где-то по регламенту час лишним должен быть Я точно не знаю У всех разные скорости, все по-разному шли, поэтому каждый по-своему На предприятии можно встретить совершенно уникальные образцы хоккейной формы Например, клуба «Милан» Который, как известно, так и не получил членство в континентальной хоккейной лиге Новый свитер «Локомотива» обязательно тоже займет здесь свое место Будем надеяться, что непременно в этом чемпионском ряду Автором новой формы «Локомотива» стал известный костромской дизайнер Михаил Антипин Из нескольких предложенных им клубу вариантов в итоге был выбран один Весь процесс от идеи до ее воплощения в ткани занял более полугода Торжественная презентация новой формы железнодорожников состоялась на традиционной встрече команды с болельщиками Присутствовал на ней и автор проекта В форме нужно отталкиваться от экипировки, которые, например, трусы, шлемы, они достаточно темные И вот новый цвет красного, он как раз подходит к стандартному красному экипировке И вся форма получается однородного оттенка Впрочем, как известно, по одежке только встречают И главное в хоккее, конечно же, результаты Будем надеяться, что в новом сезоне они будут радовать ярославских болельщиков Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова